МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». По благословению митрополита Брянского и Севского Александра Брянская епархия провела двухдневный пресс-тур для представителей средств массовой информации по святым местам Брянщины. В мероприятие приняли участие съемочные группы брянских телерадиокомпаний, корреспонденты интернет-СМИ, периодических изданий и съемочная группа московской студии православного телеканала «Союз». Программа была насыщенной. Журналисты посетили храмы и монастыри городов Севска и Дядькова. Пресс-тур был приурочен к 100-летней годовщине убиения первых новомучеников церкви русской, памятной дате, которая будет вспоминаться в 2017 году. После Октябрьского переворота начались гонения на церковь, массовые грабежи храмов и расстрелы священнослужителей. Пик репрессий на Брянщине пришелся в 30-е годы минувшего столетия. Около 2400 священников, монашествующих и мирян, были репрессированы. Расстреляно 144 человека, из них 90% духовенства. Девять человек, пострадавших за веру, были прославлены в лике святых русской православной церковью. Пять – это пресс-витера Стародубский, протодиакон Серафим Брянский, Ирей Стефан Грачев Брасовский и два – священника Севский. Среди них Ирей Григорий Квадеев и протеерей Варлан Попов. С жизнью священномученика протерея Варлама Попова участники пресс-тура познакомились в Севске на месте его служения. Отец Варлан, он сам уроженец Севского уезда, село Лопаново сейчас он уходит, его сейчас он не существует. Его предки священствовали в Троицком храме, он там родился, ну, когда ему успел 11 лет, он был украден в духовное училище, которое располагалось в Севске. Сейчас в бывшем здании духовного училища находится школа. За отличную учебу Варлан Попов был переведен в Орловскую семинарию, где также значился в числе лучших учеников. После ее окончания преподавал церковно-приходской школе на Орловщине. Три года учительства, после чего был рукоположен и направлен в Севский уезд. У нас есть такое село и сейчас, село Кознешовка, и там в этом селе отец Варлан 10 лет священств. Учебную деятельность батюшка не оставил. Построил церковно-приходскую школу и стал учить там сельских ребятишек. В переломном 1917 году протеерей Варлан Попов был направлен служить в родное село Лобаново. В многодетной семье священника пришлось пройти тяжкие испытания. Во время гражданской войны есть свидетельство о том, что батюшку чуть было не расстреляли кубанские красные казаки. Прихожане спасли своего пастыря от гибель и на свой страх и риск спрятали его у себя дома. Но когда в очередной раз нависла угроза, крестьяне больше не решились укрывать священника. И он был вынужден с четырьмя маленькими детьми и матушкой в положении покинуть село. Батюшка отправился к брату на Украину, а семью оставил в женском монастыре под Харьковом, чтобы не подвергать опасности. Брата протерея в Орла так и не нашел. И после нескольких лет скитания священник нов вернулся на родину. Там вскоре воссоединился своей семьей, матушкой и пятью детьми. Получил назначение в храм великомученицы Варвары. Кладбищенский храм. Сейчас он утрачен, разрушен. И там он четыре года служил. А в 1924 году по приглашению прихожан крестовоздвиженского храма он был переведен настоятелем этого храма. 11 апреля 1925 года протерея в Орлахам был арестован. Но в конце года освобожден и вновь стал служить. Священнослужитель стоял во главе борьбы с обновленчеством в Севске. Был благочинным Севского округа и, невзирая на опасность, оказывал помощь священникам, которые возвращались из заключения. В 1937 году Магустин был арестован, а 8 декабря был расстрелян. В 2006 году, в этом году, в 20-м году, он был причислен к лику святых священникам и исповедникам российских. В рамках пресс-туры журналисты также посетили старинный храм в честь Вознесения Господня в городе Севске. Об истории его создания рассказал настоятель протерея Георгий Балин. Он является одним из самых древних храмов города Севска. Его история восходит к началу XVIII века, когда завершилось святого времени. Севск стал возрождаться, стал возрождаться в доме и уходную жизнь. Представители СМИ также побывали в Севском Крестовоздвиженском женском монастыре. В обители пребывает чудотворный образ Молчинской иконы Божьей Матери. Молчинская икона Божьей Матери была обретена в 1405 году на Молчинских болотах около города Путивля и перенесена в зарождавшийся в Севске женский монастырь во имя Святой Троицы. После закрытия обители в 1920-х годах святой образ хранился у одной из монахинь, а после ее кончины был передан в Севский Крестовоздвиженский храм, где и хранится в настоящее время. С любыми скорбями, с любыми просьбами мы обращаемся к ней, и она слышит нас. В завершении поездки в Севск журналисты посетили полуразрушенный Спасо-Приображенский монастырь, так называемый Севский Кремль. Сейчас здесь находится коррекционная школа. Середина 17 века и основная масса строений именно того периода. Ну, то есть, 400 метров стен, ласточкин хвост, завершение в центральной части, и потом даже появилась возможность сад тоже в стены кирпичные заковать. Собор самый древний, который сохранился, здесь был еще другой храм, его нету. Это 1701 год. Внутри очень интересная Елизаветинская барокко, декор. Снаружи весь декор облетел и в одно из времен еще и была произведена реставрация, вернее, реконструкция на то время. Поэтому здесь как бы собирательный образ, но полностью сохранился и под клет. Есть проект реставрации московской фирмы, но его уже придется править, потому что состояние храма ухудшилось за 30 лет очень значительно. Есть сверху стен боевой ход без накрытия, перемежается с башнями. Сегодняшнее состояние испорчено именно приспособлением его под функцию интерната. Потому что все строения, которые вы видите, корпуса силикатные, это уже новоделы и они приспосабливаются не под функцию монастыря. Спасо-Преображенский монастырь уникален как в архитектурном отношении, так и в историческом. И если бы его удалось восстановить, то эта святыня стала бы достопримечательностью не только Севска, но и всей Брянщины. Форпост очень важный, потому что если мы его видели со стороны Вознесенского монастыря, так же и отсюда мы четко видим, как на ладони весь Севск. Спасо-Преображенский монастырь до сих пор не передан собственность Брянской епархии, и поэтому устроить здесь монастырскую жизнь не представляется возможным. Опасения по поводу того, что в случае передачи объекта Брянской епархии дети из коррекционной школы будут выселены на улицу, являются не более, чем домыслами. Наш ладык Александр, неправда Александр Брянский Есевский, он по этому поводу заверил всех, что возможно совместное существование и монастыря, и школы коррекционной, и никто никого не желает лишать места работы, места учебы. В перспективе наверное будет построена новая школа, но на это нужно время, нужно средства. Мы все понимаем, что сейчас очень-таки тяжелые условия, и тоже эти средства нужно найти. Поэтому пока школы новой не будет, возможно совместное существование. Первый день знакомства с святынями завершился поездкой в Богородицкую Площанскую мужскую пустынь. Журналисты посетили восстановленные храмы в честь сошествия Святого Духа на апостолов, и храм в честь покрова Пресвятой Богородицы. Настоятель обители Игумен Леонид провел экскурсию по монастырю и рассказал корреспондентам о ходе восстановления Казанского собора, вместимость которого составит полторы тысячи человек. В данное время В данное время ведется восстановление Казанского собора Казанской иконы Божьей Матери главного собора монастыря. Колокольня как вы сами видите уже восстановлена милостью Божией и чаянием наших благодетелей и друзей монастыря. Сейчас ведутся восстановительные работы непосредственно самого здания собора. Ну надеемся что в 20 году с Божьей помощью сможем в этот собор войти помолиться ну и по крайней мере к этому стремимся. Потому что еще год назад была лишь только южная стена восстановлена но в этом году очень много было сделано работ по восстановлению и вы видите что занимаемся кровлей этого собора. На второй день большого пресс-тура представители СМИ посетили Дядьковский храм в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина с уникальным хрустальным иконостасом. В 1810 году еще промышленниками Мальцовыми был построен удивительный храм преображения которым впоследствии они же установили хрустальный иконостас красоты необыкновенной через буквально можно сказать что короткое время его стали называть одним из чудес света. У нас до сих пор в музее хранится плиточка из того самого храма с удивительным рисунком Дядьковский крест некоторые его называют. Ну и вот так удачно сложились обстоятельства что после того как разрушили наш храм после революции в тот преображение на рубеже 20 и 21 веков было принято решение построить снова построить на сбороде храм по прежнему с единственным в мире хрустальным иконостасом. В Дядьковском музее хрусталя хранятся более 12 тысяч экспонатов. Среди них есть и храмовая утварь и современные авторские изделия на православную тематику. В храме 19 века еще был удивительный не только иконостас но и все внутреннее убранство было выполнено из стекла и хрусталя ну и благодаря образцовой комнате сохранился один из подсвечников которые украшали храм трехслойного стекла почти 2,5 метра в высоту красоты необыкновенной вот он украшает наш сейчас первый этаж 19 века. Хрустальное убранство нового храма выполнили мастера Дядьковского хрустального завода свою работу они посвятили памяти мальцовых основателей предприятия и всех поколений дядьковских хрустальщиков на изготовление необычного убранства ушло около 15 тонн хрусталя красота божьего мира она не только в том что мы можем созерцать великолепие природы но и что-то мы можем создать своими руками то есть посвятить Богу вот творение наших мастеров зодчих когда они сделан сам хрустальный иконостас он сделан из множества деталей там тысячи деталей которые соединены воедино и дает вот этот блеск который как вот жемчуг или звездочки на небосконе каждый по-своему блестит каждый по-своему дает что-то свое и мы видим эту картину восхищаемся творением Божьим но в данном случае мы восхищаемся теми людьми которые сотворили для Бога посвятили то есть свои труды посвятили для украшения Божьего храма храм честь иконы Божьей Матери неопалимая купина постоянно обновляется и благо украшается не только в самом храме стараемся создать ту атмосферу духовности но и вне храма то есть около храма в том году был трудами опять же хрустальщиков был воссоздан хрустальный крест который 18 метров высотой сам крест хрустальный 6 метров и в том году на воздвижение животворящего креста был владыкой Александром митрополитом Александром был освящен крест который находится сияет около храма к празднику казанской иконы Божьей Матери в храме появился величественный образ Богородицы размер иконы полтора на два с половиной метра он расписался на пожертвование прихожан и на его создание ушло около года чудесным образом было это все завершено к празднованию казанской иконы Божьей Матери и мы совершали на казанском на праздновании казанской иконы Божьей Матери он совпадает это празднование с празднованием гражданским крестный ход был совершен вокруг храма по улицам города пронесли эту икону я думаю это было такое знаменательное событие в Дядьково журналисты познакомились с производством изделий стекла и хрусталя на предприятии Астера и своими глазами увидели как из раскаленного сплава из подруг ловких и талантливых мастеров выходят посуды сувениры и другие творения также представители СМИ побывали в Дядьковской стекольной артели где изготавливаются православные иконы знакомство с православным Дядьково завершилось посещением храма в честь преображения Господня где с журналистами пообщался благочинный Дядьковского церковного округа иерей Павел Корнеев в храме не так давно появился уникальный образ Стеляна Пафлагонского с младенцем на руках образ написан тружениками Данилова монастыря и передан нам в настоящее время насколько мне известно именно такое изображение строго каноническое преподобного Стеляна оно пока еще единственное именно в таком большом исполнении Стелян Пафлагонянин известный подвижник в глубокой древности подвязался в Пафлагоне в Греции ему Господь даровал дар молитвенного предстательства о детях и о матерях по его молитве рожали казалось бы бесплодные по его молитве и воскрешались и исцелялись дети казалось бы безнадежные и даже по его кончине к его часовне которая расположена в горах в Пафлагоне 9 декабря по нашему исчислению обычно это морозный холодный ветреный день греческие мамы с детьми каждый год поднимаются и спрашивают у преподобного Стеляна благословения для своих деток на весь грядущий год преподобный Стелян Греции почитается равно как он освятитель Николай о своих впечатлениях о посещении брянских святынь с нами поделились участники пресс-туры я думаю что это была отличная идея потому что брянская епархия за что я огромное спасибо предоставила нам прекрасную возможность познакомиться со святынями в Брянской области многие из которых возможно мы бы никогда не увидели и никогда бы о них не узнали поэтому в действительности такое мероприятие мне кажется несет и важную просветительскую функцию и в том числе культурную этот пресс-тур у человека который немножко скептически относится к церкви он может на мой взгляд сломать многие стереотипы потому что мы видели современных абсолютно нормальных священников которые разбираются в ряде современных вопросов с ними это образованные люди с ними приятно поговорить это ну на мой взгляд это огромный плюс чем больше будет вот такого именно такого общения тем вот этот стереотип негативный о русской православной церкви о священнослужителях он будет ломаться и мне кажется это вот главное понимаете я хотела бы поблагодарить епархию брянскую за приглашение и принять участие в этом пресс-туре потому что нас связывают очень давние дружеские связи епархия в числе активных епархий участвует в наших новостных выпусках присылает нам материалы самые интересные то есть мы в курсе всего происходящего на брянщине и вот теперь своими глазами могли увидеть вот те храмы святыни проехать по тем местам знаковым местам для православного мира брянщины я думаю что будет несколько новостных информационных сюжетов в которых мы расскажем и о пресс-туре и о гостеприимной брянской земле и о прекрасных людях добрых открытых чистых настоящих людях которых мы здесь встретили очень было приятно познакомиться я думаю что уедем мы с таким чистым чувством и с ощущением того что мы здесь приобрели новых для представителей СМИ будут проведены и в следующем году на этом наша передача подошла к завершению дорогие телезрители до новых встреч да хранит вас Господь СМИ 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 Субтитры создавал DimaTorzok